Здравствуйте, с вами Михаил Кирещенко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Хотим предложить вашему вниманию интервью самым, как бы это сказать, к самым крупным гостям нашего стенда, который подтвердит всем тем скептикам, которые сомневались, что человек нормальных размеров может поместиться в юнибайке. Так вот, наш гость, который я хочу вам представить, это гражданин Германии Хорст Петер, его зовут, тем не менее он прекрасно говорит по-русски. Он только что был в юнибайке, сейчас мы в более удобных условиях с ним разговариваем. Так вот, Хорст Петер вам поведает о своих впечатлениях от того транспортного средства, в котором он только что находился. Здравствуйте, Хорст Петер. Здравствуйте. Ну, во-первых, если можно, расскажите, почему вы так хорошо говорите по-русски, это поразительно. Спасибо Жене, который занимается со мной. Жена у вас русская? У меня жена из Петера, и у нас дети все двухязычные, и внуки тоже самые, а я когда-то был студентом в Советском Союзе, да. Очень приятно. А скажите, вы живете в Берлине, вы знаете эту выставку? Нет, мы на сегодняшний день живем в городе Штендаль, это довольно сельская местность, маленький городок, 30 тысяч населения, все у нас его, наверное. А выставку не только для Белоруссии или для москвовских людей интересно. Мы немцы, я строительный инженер, нам всем интересно туда быть, посетить, посмотреть, изучать, вас найти, например. Это очень приятно, потому что в основном все-таки проектом Skyway интересуются соотечественники, или даже бывшие соотечественники, экспаты, так называемые, которые живут в разных странах мира. То, что немцы, живущие изначально, испокон веков в Германии, скажем так, жители, коренные этой страны, интересуются нашим проектом, особенно интересно. Скажите, когда и как вы узнали о Skyway? Буквально вчера вечером, буквально вчера вечером, мой друг, который посетил выставку, специально приехал из Санкт-Петербурга, мы рассказывали, показывали вашу по интернету презентацию. Ну вот, и у нас поднялась дискуссия по нескольким вопросам, конструктивным, материальным вопросам. И мы решили туда попасть, чтобы живым, увидеть своими глазами это все. И какое ваше впечатление, как о выставке «Инотранс-2016», так и о стенде Skyway? Я думаю, то, что вы подумали, ваши выработки, да, надо внедрять не только в ваших странах, потому что я считаю, что нуждаются именно в Германии такие решения, потому что наша государственная железная дорога, Дольче-Райсбан, сегодня Бундесбан, все рельсы убирают, где сельские места, потому что, конечно, они не работают рентабельно. С другой стороны, автобусные компании это тоже не могут обеспечивать. А третья точка там, у нас на этих деревнях, где живут, может быть, 500, может быть, 300. Ну, это как привязательно у вас. Каждое утро дети должны ехать в школу. Вот если были бы такие системы, мамы и папы не должны дети отвезти. Просто эту капсулу посадишь свою, огурчик, и он не едет в школу или назад. Вот. И то же самое, сегодня у нас большие проблемы на сельских местах с обеспечением здравоохранения. Все люди должны все ехать в районных центрах. Это стало очень для людей тяжело. Ну, логично. Чем старше, тем хуже. А там тоже еще решения нет. Ехать всегда легкой в машине, вы сами знаете, у Круга там никак не может быть в порядке. Если каждый свою машину из гаража вынимает, нажимает на педаль и едет. Я считаю, это супер решение. Спасибо большое. Как вы оцениваете качество изготовления подвижного состава, в частности, место внутри и качество отделки? Вот в частности, юнибайка, в котором мы только что с вами были. Отдека меня даже шокирует по высшим качествам, так скажем. Да, мы привык... Как Мерседес? Можно не... Очень многие люди думают по истории, что Мерседес или БМВ сегодня очень по дешевым делам, если внимательно смотрите, да? А у вас еще качественно все делано. Вот то, что меня очень хорошее впечатление оставляет, это именно что очень все качественно. И хочется вам пожелать, когда вы вступите в серийное производство, что именно на это обращайте внимание. Потому что это будет ваш гарант, что клиенты, я думаю, будут или не будут. Никто не хочет сидеть там, где, ну, повреждаться можно или где пальчики можно ломать детям или что. Поэтому это очень высокий стандарт должен быть. И он очень... На сегодняшний день, на выставке все супер. Достаточно ли вам, именно, лично вам было место в юнибайке, там, где мы впервые вас увидели и так впечатлились? Я думаю, что можно немножко чуть-чуть добавить платформочки, потому что мы немцы, у нас наши пушистые маленькие друзья, как собаки, и места там мало будет вместе с нами. А так, одному места там хватает. Даже вам? Я этот намек не понял. Все, 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 все. Забирай свои слова обратно. Да, пожалуйста. Я стараюсь быть не такой крупный, как я по камеру выгляжу, по оптике. Но я хочу вам сказать, что как раз в юнибайке у вас есть все для этого шансы, если вы стараетесь. Там можно и ехать, и в то же время упражняться, сгонять вес, крутя педали. Это я уже понял. Когда я смотрю на это юнибайк. Да, это все понятно. Нет, на самом деле, это очень существенное развитие, я считаю, и очень основательное развитие. Но только, видите, люди будут ехать, у них будут мешки, у людей будут или маленькие собаки, ну, домашние животные. Это, конечно, не Россия, мы в средней Европе привык, что наши животные с нами проводят свободное время. У вас овчарка охраняет хату, так скажем. А у нас охранный модуль будет охранять хату, который тоже здесь представлен. Да, это тоже есть, да. Это тоже очередное решение. Которое вполне может пригодиться для Германии. Которое, правда, родина немецких овчарок. Ну да, хотя я считаю, что вы сегодня на выставке нам представляли. Это очень впечатляющая вещь. И вы должны фактически находиться более в центре выставочного зала, а не так сбоку. В следующий раз так оно и будет. Или прямо на площадке, что всем видно. Ну, там опять может быть с погодой не так-то неладно. Мы так заранее и продумывали, тут вроде дожди обещались, поэтому мы здесь. Видите, нельзя далеко вперед думать. И не только вам, нам тоже. Спасибо большое, Хорст Петер, за вашу поддержку, за ваш интерес, за такое чудесное интервью. Подписывайтесь на наш канал YouTube. Следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компании Skyway по адресу rsv-deficit-systems.com. Поддерживайте наш проект. И тогда вы вместе с нами будете в качестве оскорбления воспринимать сравнение подвижного состава Skyway с Mercedes и BMW. Встрой Skyway, спасай планету!